Иван Казимирович, роддендроны – безумно красивые растения, имеющие очень сложное название. Как давно они появились в Беларуси? И что это вообще за такие кустарники? Да, название сложное, но оно красивое. В переводе с греческой это означает «розовое дерево». То есть оно, наверное, соответствует названию. Беларуси появилось где-то в начале 60-х годов. Массово начали заниматься целенаправленно. Это мой предшественник, кандидат в сельскохозяйственных наук. Иван Ефимович Ботиновский. Вот он совершил небольшую экспедицию в Таллиннский ботанистский сад и оттуда привез 10 первых видов. И дальше он начал заниматься. Подготовим, изучим кандидатскую диссертацию по этим удивительным растениям. Но потом, через какое-то время, этой коллекцией нашим заниматься я. Вот уже более 10 лет я с ней вместе и рядом. Вот если говорить про 60-е, это было 10 видов. Сегодня в коллекции ботанического сада сколько представлено сортов? Сейчас примерно 80 видов и свыше 150 сортов. Это все благодаря деятельности сада, верно? Да, конечно. Это благодаря целенаправленной работе по интродукции, по обогащению наших коллекционных фондов, по привлечению новых растений, изучению и потом рекомендации для использования в нашем родном садоводстве. А где родина родододододдрова? Родина достаточно большая, обширная. Только в Африке, Южной Америке они не встречаются. На остальных континентах они представлены большим или меньшим количеством. Самое большое Ирам – это, конечно, Гемангай и Юго-Восточная Азия. А почему? Что им там так нравится? Ну, это горные системы, И им нужен определенный микроклимат. Они произрастают на высоте 3000-4000 метров в Гималаях, где прохладный и внажный климат. Вот такие условия для них самые подходящие. Мы только можем представить, какая там красота, когда они произрастают. Да, безусловно, наверное, это удивительное зрелище, когда идешь по тропическому лесу и встречаешь такие удивительные и красивые экземпляры растений. Несмотря на свой такой привлекательный вид, я слышала, что рододендроны достаточно ядовиты. И даже в некоторых случаях могут вызвать летальный исход. Это правда? Ну, есть такие сведения, что нектар цветков имеет такие свойства ядовитые. Но насколько это правдоподобно, наверное, скорее это спорная ситуация. Потому что пчелы посещают, и шмели посещают их, и таких пагубных последствий для них незаметно. То есть на своем участке можно безопасно его выращивать, не боясь того, что детки, например, подрогают, и потом какие-то могут быть последствия очень хорошие. Я думаю, что это безопасное занятие. Но, в принципе, они же и в лекарственной сфере тоже. Да, они обладают лекарственными средствами и используются в основном в народной медицине. Страны Китая и Тибет, там, где развита народная медицина, они используются в лекарственных целях. Давайте теперь поговорим про особенности выращивания на своем дачном участке. Как правильно выбрать место для посадки? Да, это растение требует особых условий выращивания. Прежде всего, польша должна быть кислая, с реакцией среды паж 4-6. Дальше она должна быть хорошо умножнена и воздухо- и влагопроницаемая. То есть, застои воды они тоже не переносят, хотя они считаются многолюбимыми растениями. Поскольку у них корневая система поверхностная, то есть, корни расположены в верхнем горизонте почвы на глубине до 15-20 сантиметров. Поэтому они требуются к влаге, не переноса соседства с крупными зрениями, такими как липа, бероза, клюн. Потому что не выдерживают конкуренцию за питательные вещества и влаги с этими огромными нашими аборгенами. Вы что? Да. Поэтому их надо подбирать место, где или немножко полутень такая, чтобы было, но и чтобы крупных растений рядом не было. А вот назад немножко возвращаясь, как выбрать для своего участка сорт рода Дендрона? Или, в принципе, они настолько универсальны, что можно просто по внешнему виду, который тебе больше нравится, взять и посадить? Конечно, они очень разнообразные сортовые. Разнообразие насчитывает сейчас свыше 15 тысяч сортов. Это мировая селекция, созданная за последние два века. Такое большое разнообразие сортовое. И разные сорта есть. Есть и сорта афинской селекции. Это, конечно, морозоустойчивые. Более южное происхождение – это Германия, Англия. Значит, там морозостойкость ниже их. Ну, в наших условиях мы испытали большой ассортимент и рекомендовали к использованию условий Белоруссии около 30 сортов вечно зеленых и листопадных рода Дендронов, которые прекрасно у нас себя чувствуют, регулярно цветут, дают плода, если это виды. То есть их можно потом размножать путем семенового размножения, то есть получать собственным посадочным материалом и таким образом удовлетворять свои потребности в этих растениях. Может, там парочку видов назовете, какие стоят, на какие стоят образцы? Вот мы рядом сейчас находимся с видом рододеном Котельбинский. Родина его – Северная Америка. На его основе созданы были практически первые сорта. Путем отбора из декорастущих популяций, ну и потом формировался таким образом ассортимент. Дальнейшие шли скрещивания, гербернизации. Котельбинские все сорта, если они имеют название Котельбинский, это можно Котельбинский был сорт, Котельбинский, Грандеформ, Котельбинский и другие. Все они высокоустойчивые, декоративные в наших условиях. Вот за мной еще один такой сорт – Азура есть. Очень красивый, он не такой высокий по сравнению с видовым сортом, но он очень красивый. Из листопадных очень много сортов можно рекомендовать, которые у нас есть в продаже, покупать, потому что они хорошо переносят в наших условиях зимы. И возвраты холодов, которые часто бывают у нас весной, они более толерантны к этим условиям. А в какой период лучше всего производить посадку? Посадка лучше всего, конечно, рано весной. Рано весной? Да. Ну, можно и производить осенью, но не затягиваться этим процессом, потому что растения должны немножко приспособиться к новым условиям произрастания, чтобы его корневая система адаптировалась, чтобы возможность получать и влагу, потому что влага нужна растениям в зимний период. Когда идет транспирация, особенно вечно зеленых, им надо иметь запас влаги, чтобы не погибнуть от иссушения в зимний период. Вот, очень интересная тема, но мы попозже с вами про это поговорим, про особенности ухода в зимний период. Вот этот рододендрон, вот сколько ему лет, чтобы у меня на участке был такой же, вот сколько мне нужно подождать? Чтобы такой, значит, надо такой же посадить сначала, на такой же вид. Ну, ему где-то уже больше 40 лет. Более 40 лет. И это предел его уже? Он выше еще будет? И, очевидно, уже максимум, он уже достиг по высоте, по своим размерам, габаритам, потому что, ну, есть пределы, как у каждого биологического объекта, у него тоже есть свои пределы развития. Дальше, наверное, уже скоро, следующая стадия, это, наверное, стадия старения наступит. Ну, когда-то она появится, подождем, посмотрим. А вот сколько они живут? Вот, видите, в наших условиях 50-60, ну, и 100 лет могут жить, и больше. По описаниям, где-то в ботанистских садах Германии 200-летние экземпляры встречаются. Ну, там климат более для них, как говорится, прияльный. Там не такой сухой, менее континентальный, более морской. Но, тем не менее, у нас-то есть и свои сорта, которые мы выводим, правильно? Вот расскажите про них, про белорусские, про дендроны. Да, мы имеем несколько наших сортов. Там на заднем плане сорт Янка, он уже отел, к сожалению, свою красоту потерял, декоративность. Есть сорт Академик Смольский, мы его назвали в честь нашего выдающегося биолога, ботаника, человека, который возродил в послевоенное время ботанический сад. Это очень красивый, только что зацветает, его здесь нет, он в другом месте произрастает. Ну, еще несколько сортов, и есть и пару таких кандидатов сорта, которые мы, наверное, скоро представим на сортоиспытание. А вот если говорить про, скажем так, покучесть рода дендронов, вот они имеют какой-то определенный запах свой специфический, или это больше какие-то другие расследования? Ну, в основном-то они не отличаются ароматикой. Хотя есть сорта, которые имеют запах. Это наш белорусский единственный сорт. Вид рода дендронов желтый, он имеет аромат, своеобразный аромат. Ну, и есть сорта еще американские, это древовидный. Весовый, бискозум сорт, он имеет такой очень удивительный, горчичный такой, пранный запах. А слома-то они не отличаются запахом. У них красота в их декоративных свойствах. Ну, давайте, может быть, про саму процедуру посадки поговорим более подробно. Как ее произвести правильно на участке? Есть какие-то особенности? Ну, если вы правильно выбрали место или подобрали для посадки, значит, надо готовить посадочную яму. Поскольку корневая система поверхностная, яма должна быть не глубокая, сантиметр, ну, на штык-напад. Это до 30 сантиметров. Затем надо ее заправить правильным субстратом. Лучше всего подходит эта смесь верхового торфа, песка и перегнойной любой почвой. Это может быть и размножившийся навоз, это может быть и торг низинный или какой-то другой элемент питательный с высоким уровнем органики. Вот когда мы это все смешали, заправляем почву и можно сажать. Диаметр посадочной ямы должен быть где-то до 1 метра, потому что со временем растение разрастается, ему нужно, естественно, питание. Питание только из того, что мы подготовили, ну, или потом будем удобрать ежегодно, чтобы обеспечить необходимыми питательными элементами. Когда мы подобрали место, сейчас в продаже в основном растения закрыты коневые системы, то есть в горшках. Поэтому сажать их можно практически круглый год, да. Ну, исключая зиму, конечно, потому что зимой трудно посадить, хотя если бы вы посадили и правильно ухаживали, то они бы сохранились. Поэтому если бы мы купили РДД на закрытой коневых системах, корни его могут быть закручены вокруг. Поэтому их надо немножко расправить и посадить в готовое место. То есть обязательно нужно расправить корни? Да, надо расправить корни. Если они сильно уже закручены в этом коме корневом, их надо расправить и посадить, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности почвы. Но тем не менее, вот саженец, который в горшочке продаётся, он, наверное, всё-таки будет более, скажем так, защищён от внешних условий, правильно? Какой лучше саженец? Ну, всё дело в том, какой вы приобрели саженец даже с открытой корневой системой. Если он молодой, если он ещё возраст 5-6 лет и хорошо сохранилась корневая система с субстратом почвенным, то его пересадка тоже не составляет большой проблемой, потому что обычно почва держится на корнях, так как корневая система мошковатая. Если вы посадили и обильно полили, и несколько времени ухаживаете за этим растением, гарантия, что оно у вас проживётся очень высокое. Несмотря на то, что там вы взяли с открытой корневой системой без выращивания горшочной культуры. А вот замульчировать почву насколько важно после посадки? Ну, это один из таких агроприёмов, который позволяет избежать сорняков, которые появляются в любом случае. Сохранить влагу в почве в период, когда отсутствуют осадки. Ну, и предохранить и предохранить корневую систему от вымерзания в зимний период. Потому что мульча, она тоже создаёт запасной слой от низких температур. А вот что должно входить? Какое лучше выбрать мульча? Это любая щепа может быть древесная. Ну, и хорошо подходит для этих целей кора сосновых пород. Это, в основном, тут сосна мульча. Всё. Смой мульчей может быть от 5 до 10 сантиметров. Её регулярно следует обновлять. Ну, раз в три года, потому что она тоже утилизируется, перерабатывается в органику. Поэтому желательно её останавливать периодически. Сколько нужно воды вроде дендрона? Всё, конечно, зависит от размера растения. Если растение у вас маленькое, то, естественно, и воды потреблять будет немного. Если большое растение, то, да, поливать надо. Ну, если... Давайте вот скажем, сколько воды. В среднем, да, надо литров 10 сухую, в такую жаркую погоду, 10 литров и сжимательно поливать еженедельно. Но если вы будете ещё устраивать для этого растения такую водяную баню, то оно будет вам угадарно. Ну, то есть дождевание осуществлять. А вот какой правильной водой поливать? Потому что я слышала, что в идеале, конечно, дождевая и речная вода. Ну, да, в идеале, конечно, да. Вода не должна содержать высокого задержания извести. Поэтому, да, дождевая вода имеет проритет, но её собрать не всегда получается. Иногда используют для подкисления серную кислоту, 5-7 миллилитров на 10 литров воды. Даже используют аккумуляторную смесь, которая содержит тоже серную кислоту, её добавляют. Таким образом подкисляют. Ну, и кислоудобрение для подкормки. Это сульфат аммония, аммиашная селитра. А вот народные методы подкисления почвы. Как, приемлемы, неприемлемы? Ну, вот я их в основном-то назвал. Это больше такие? Да. Ну, и удобрение кислое. А ещё какие-то особенности по уходу в летний период лейза рода дендронами? Вот мы знаем, что воды нужно как можно больше. Можно как можно. Ну, и что содержать немножко такую влажную атмосферу. То есть, используют дождевание, помимо полива подкормки. Очень хорошо они отзываются на этот агроприем. Дают хороший прирост. Закладываются генеративные почки, что гарантирует то, что в следующем году у вас будет обильное, хорошее цветение. При условии, если нехорошо перезимуют, но это уже зависит от того, какие у нас морозы зимой ожидают. Ну, погода у нас непредсказуема в нашем. Да, да. До 30 градусов зимой они многие переносят успешно. Ну, вот бывают периоды весенние, когда у нас непонятно, или зима закончилась, или весна наступим. Вот эти очень большие перепады температуры повреждаются в основном больше вечно зеленые, которые сохраняют листья на зиму. И вот от этих перепадов температуры иногда повреждаются листовые пластинки в виде погурения. То есть, просто выгорает хорофин, который содержится в листьях. Ну, оно потом восстанавливается, и тем более появляются потом молодые листья. Ну, затормаживается развитие на какой-то период. Ну, вот давайте теперь поговорим про период зимовки. Как подготовить свой кустарник к зимованию? Те сорта, которые мы рекомендуем, обычно они все переносят малополучно в нашу зимовку. И особых не требуют каких-то приготовлений. Ну, единственное, желательно обильно полить с осени, чтобы у них был запас влаги. Если молодые растения, можно укрыть лапником или соорудить какое-то устройство. Потом тоже нежелательно накрывать тканым материалом, типа спонт-понта, потому что весной могут быть проблемы от того, что может там просто растение запарится. Из-за того, что начнутся солнечные дни, снег растает, и там получится небольшая баня, и для них будет не совсем комфортно. И могут иметь место повреждения. Ну, лапник сохранять есть. Лучше всего, конечно, это немовый лапник. Обильно укрывать не надо, но чтобы было такое ажурное устройство. Выпадет снег, он укроет ваш шалашик, создать снежную защиту от мороза, и растения должны успешно перезимовать. Ну, и давайте про размножение поговорим. Как правильно производить размножение рододендрона? Если речь идет о видовых рододендронах, то есть дикорастущих, то их можно размножать семенами. Мы так и делаем. Это достаточно простой способ. Семена заглядавливаются в конце осени, когда они созрывают, коробушки раскрываются, видно. И потом высеваем уже в начале следующего года. Растения высевают в ящики, которые заполняют верховым торфом. И поверхностно рассеваются семена, покрываются сверху стеклом или пленкой полиэтиленовой. Ну, немножко увлажняются. И вот через какое-то время они начинают прорастать. Прямо с поверхности дают корешки, и появляются новые растения. Через какое-то время их пикируют, пересаживают в горшочки или в новые места. Ну и дальше уже, как обычно, надо ухаживать и выращивать. Другие способы – это способ черенкования. К сожалению, черенкование усложнено у рододендронов. Они плохо черенкуются, поэтому надо использовать стимуляторы корнеобразования. Они сейчас есть в продаже. Это корневина, это индолиумасляная кислота. Черенкуют их летом, когда начинается молодой рост, и он заканчивается. Но процент укоренения невысокий, как правило, потому что нужны специальные условия, чтобы соблюдалась высокая влажность и стабильность температуры. Другие способы – это способ прививки. Он более затруднительный, требует квалификации. Ну и современный способ – это микроаклональное размножение. Когда вы берете одну какую-то почку из растения, обычную, вегетативную, и клонируете ее, из одной почки вы можете получить до миллиона растений путем клонирования, клонирования, клонирования. Вот на ваш профессиональный взгляд, а какой из этих методов более эффективно посоветуете? Конечно, самый современный – это наиболее эффективно. Там нужно, конечно, оборудование, нужны квалифицированные кадры, потому что это очень тонко-тонко работают. А вот для обычных дачников какой подойдет? Наверное, семенного. Возможно, когда будет размножаться сорта, повторения сорта не будет, но что-то получится у вас. Если будет иметь место образование семян, потому что не все сорта формируют полноценную генеративную сферу, то есть не всегда семена образуются, а если образуются, то не всегда высокого качества и, может быть, просто неудачи в этом плане. Но к этому надо быть готовым. Еще одну важную тему упустили – вредители и болезни. Какие они бывают и вот кого стоит опускать? Ну, вредители не сильно их повреждают. Это иногда листокрызущие, сосущих меньше. Болезни имеют место. Ну, это когда массово занимаемся их разведением тогда. Но если это единичные цепляры, ну, могут иметь место. Это для листопадных мушнистая роса иногда имеет место. Но она может заноситься из других культур, которые выращиваются у вас на усадьем участке. Ну, а для вечно зеленых – это разная пятнистость и листья, которые вызваны грибными болезнями. Ну, имеются средства борьбы, поэтому продажи они есть. Надо их использовать, когда увидите, что болезнь уже начинает массово распространяться. Желательно до этого не доводить. А для этого нужен правильный уход за растением. Когда здоровое растение, оно устойчивое и к болезням, и к вредителям, и к другим неблагоприятным условиям среды. Прекрасная, мне кажется, фраза для конца нашего видео. Значит, надеюсь, что теперь наши зрители будут знать, как правильно размножать, ухаживать за рододендронами. Ну, и такие прекрасные цветы будут красоваться на большем количестве участков. Спасибо большое! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!